здравствуйте мои дорогие художники любители живописи приветствую вас сегодня у себя на даче я художник наталья ширяева и сегодня я вам расскажу про свое житье-бытье про то какие у меня сейчас творческие процессы происходят немного расскажу о нашей последней поездке в крым в принципе а мы там были недолго но это было такое яркое очень по впечатлениям путешествие с приключениями как всегда и не со всеми положительными приключениями вот сегодня 1 мая праздник всех трудящихся поздравляю вас мы труженики на ниве искусства своеобразные но при этом мы бывает трудимся даже больше чем люди которые допустим ходят на работу а потом приходят с работы забывают про работу а у художника процесс труда труда его души творческого он может происходить постоянно может происходить даже ночью во сне какие-то идеи генерируются человек просто там ходит занимается какой-то жизнью при этом он там подмечает вещи которые потом может уплатить своем творчестве в общем всех нас с праздником на дачу мы выехали два дня назад сейчас мы тут обживаемся уже готовимся к летнему сезону дачному обычно я лето в основном здесь на даче провожу здесь пишу картины здесь отдыхаю здесь занимаюсь цветочками немного в принципе никаким огородничеством я не занимаюсь но мне очень нравится жить на природе очень нравится дышать свежим воздухом заниматься йогой на улице по утрам летом когда очень жарко мы даже спим на улице в палатке так что максимальное количество времени проводить на свежем воздухе мне очень очень нравится здесь у меня в принципе и творчество тоже как-то так рождается более продуктивно как мне кажется вот вчера я начала картину по своей фотографии из испании давно была эта поездка еще в тринадцатом году но много красивых фотографий было лежала ждала своего часа и вот такой подмалевок я сделала маслом название бухты это не схожу небольшая бухточка рядом с городом бланес это пригород барселоны два часа издать барселоны побережье коста браво называется это каталония это северная часть испании на средиземном море очень местом мне это запомнилось именно вот этот вот бланес мы в принципе были в барселоне но барселона огромный город и он конечно очень интересные он считается такой микро и всех творческих людей европы но специфика больших городов все-таки такая что очень очень много людей очень много машин и устаю я достаточно быстро хотя там тоже много всего интересного мы там посмотрели творение гауди парк гуэль вот просто интересные сами по себе улицы район борн бьерна или борн католические соборы старые потом причал с яхтами вот а потом мы поехали в пригород вот этот городок бланес и в городке бланес конечно уж совсем кайфово было там рядом большой сад ботанический называется маримуртра и он находится очень красиво вместе вот как раз а вот это вот картина которая сейчас пишу фотография сделана из сада маримуртра там как бы вид с такого мыса на море и на такую бухточку куда приплывают всякие катера с туристами людей туда и заманивали покупаться в чистенькой водички но принципе сам бланес он тоже курортный город и там тоже купается там есть печал с яхтами во всех вот таких городках по коста браве там в каждом городке есть такой огромный причал обязательно и там много-много яхт стоит я думаю что это еще тема моих будущих работ будет вот эти яхты которые там на фотографировал очень много свое время но есть такая специфика во всех моих авторских работах которые я опишу достаточно долго и вдумчиво это то что я созреваю написать картину по впечатлениям не сразу всегда меня спрашивают почему там я в таиланде например пишу ну не тайские сюжеты а потому что когда я нахожусь в каком-то месте особенно если это там не воронеж не мой дом то я а настолько как бы этим местом поглощена мое внимание все поглощено что я как бы не могу творить вот именно то что я вижу то есть мне хочется это как проживать интенсивно и эти впечатления впитывать в себя а потом проходит время и возможно даже несколько лет часто бывает так что я как бы ощущаю что я готова как бы во первых я начинаю по этому месту тосковать обязательно для того чтобы я начала писать место я должна начать по нем скучать вот и даже начать хотеться туда и тогда как бы вот эти картины они получаются особенно такие яркие и насыщенные ощущениями нежели вот и когда я пишу то место в котором я нахожусь но это я понимаю что это такая моя специфика творчества что в принципе такой более традиционный подход это вот как бы писать то что ты видишь данный момент там этюда ходить на этюда нет я вот это все как-то она видно не не в моем русле моего творчества находится у меня другие совершенно процессы вот и сейчас я вот в крыму и приехала из крыма по нафотографировал всего полна впечатлениями конечно же но описать крым я пока не готова вот хотя у меня там сюжетов много возникало много что я видел меня очень вдохновляла поиска была такая своеобразная вот как всегда все с погодой сложилось не так как хотелось выехали из воронежа мы на машине как раз пик такого похолодания было пом 19 апреля у нас в воронеже пошел снег в перспективе там дней пять должен был идти снег должны были быть морозы хотя это конечно же у нас не мурманск у нас не должно быть такой погоды в конце апреля ну вот оно случилось и мы выехали в такое совершенно густой снегопад вот ехали по трассе там нас заметала такие были пейзажи снежные вот я в принципе записала видео из путешествия то есть такие нарезочку кадров в принципе даже может быть я записала не все подряд потому что были моменты которые были очень яркие интересные но я понимаю что в тот момент вообще забыла про видеокамеру настолько как бы было мне мое внимание было полностью захвачено что зафиксировались как раз на видео моменты когда вот в общем-то был наверное не самые лучшие вот но я увидела там много в крыму таких новых каких-то вещей которые я еще не видела я никогда не бывала в весеннем крыму вот в крыму всегда бывали либо в августе либо в сентябре чаще всего как бы вот сначала августа либо до конца августа либо до начала сентября нам приходилось и весенний крым не всегда очень хотелось увидеть вот моя мечта была увидеть цветение маков в крыму я считала что она в конце мая начинается потому что как-то мы ехали в середине июня но давно давно одну из первых наших поездок на поезде я видела что майки цвели вдоль железной дороги и я как-то читала что в конце июня в конце мая маки зацветают но в этом году у меня как бы прям вот чудо случилось я совершенно случайно наткнулась на цветущие майки как раз на берегу черного моря это сюжет нескольких моих картин и это было конечно одно из чудес но расскажу все по порядку в общем выехали мы 19 апреля а ехали мы под снегом на юге области принципе снег превратился в дождь там в ростовской области уже тоже был дождь снега не было но погода была везде ужасно по дороге вот и у нас очень неудачно сложилась первая ночевка по пути мы забронировали гостиницу в станице павловской краснодарского края мы в этой гостинице несколько раз ночевали когда ездили на кавказ вот и получилась так неудачно как прям такая шутка какая-то не очень веселая мы приходим в гостиницу уже в районе 10 вечера мы как-то долго ехали под ростовом в пробках застряли а в гостинице в этой красят лестницу три этажа лестницы и сидят девочки ее красят и стоит ужасный совершенно запах который просто на всю гостиницу гостиницы не такая уж большая вот я к вначале вообще не сообразила даже а у меня же как бы аллергия реакция очень сильная на вообще талакокрасочные все вещи как бы сейчас она поменьше стало но все равно я как огня этого вообще боюсь запаху мне сразу прям плохо становится голова начинает кружиться зон начинается в голове вот и мы заходим в номер а в номере тоже принципе запах есть но послабее но в тот момент когда мы зашли просто я понимаю что ну как бы безумие было бы оставаться и вот этим дышать всю ночь а потом еще завтра ехать целый день и мы в общем срулили с этой гостиницы а время было позднее место глухое в итоге мы спали в машине первую ночь на улице шел дождь было плюс четыре градуса ночью этом полночь вообще не могла уснуть потому что мерзла там и воздуха не хватало в машине общем а такие приключения с утра такие мы просыпаемся а до этого мы планировали поехать ну на несколько дней к черному морю хотелось но хотели вот на кавказское побережье вот и выходим интернет из машины я смотрю а там прогноз ну просто ужасный как какая-то там будет шторма и дожди дожди с утра до ночи там районе сочи вот я понимаю что ну какой смысл ехать там если так едешь дня на три четыре максимум смысл ехать и сидеть под дождем там можно было также в воронеже под снегом посидеть с тем же удовольствием вот и мужа тем более давно у нас была такая неудачная поездка в стамбул когда мы сидели все время дома из-за очень сильного дождя и холода вот и я смотрю так прогноз на крым а в крыму тоже прохладно тоже приходит фронт какой-то холодный но как по крайней мере меньше гораздо дождей какие-то солнечные даже моменты там вот и тут мне вспоминается что последние несколько дней мне постоянно приходила информация про крым а мы собирались ехать вот на кавказ первое это когда я сказала маме что мы поедем небольшое путешествие она будет в крым так интересно сразу вопрос задавали да нет мы вроде в крым как-то не спланировали там сложность переправляться это дольше дороже вообще хотела что-то типа даже в хеленджик сети чтобы поближе но мне хотелось просто немножко на море побыть и его там горы на просто зарядиться атмосферой путешествие буквально там дня три максимума вот потом сестре когда я сказал что мы уезжаем она тоже спросила в крым а потом я еще знакомые рассказываю что я уезжаю она говорит ты не не в крым планируете случайно то мы собираемся в поход идти на майские праздники в крым и тут короче мы в машине смотрим прогноз я понимаю что как-то все сходится к тому что надо ехать в крым уж никак не на кавказ и в итоге мы разворачиваемся значит едем в другую сторону от того что мы планировали вот и вторую ночевку мы планируем на таванском полуострове неподалеку от темрюка в станице голубицкой и там нам очень повезло с отелем цена была такая же прекрасный совершенно большой номер и то есть все очень было хорошо там даже в номере можно было готовить вот и холодильник и там микроволновка есть какие-то посуда в общем мы отдохнули как раз от этого двухдневного путешествия и пошли прогуляться вдоль моря там азовское море это неподалеку от переправы вот из порта кавказ порт керч вот и такой был вечер приятный очень романтичный там было солнечно как ни странно был достаточно сильный ветер на море были волны но море азовское на нем осёб больших штормов не бывает были такие волны как раз очень медитативно мы сели там на какое-то бревно такое омытой водой который выброшено было на песок на песчаный берег и сидели так смотрели на волны такое было уже ощущение что уже как бы вот начались впечатления первые от нашей поездки вот на следующий день мы переправились в крым это достаточно тоже не быстро произошло очереди не было но мы долго ждали загрузки потом мы долго ждали на пароме уже сидели в общем переправились в крым мы и тоже мы не имели четких планов куда нам ехать мы поехали проехали керчь заехали в феодосию зашли в музей ивазовского я там давно не была была и там как раз в тот год когда я начала только там вообще впервые после перерыва акварель пробовать это было 2011 год летом свежим взглядом посмотрела картины ивазовского поняла что период увлечения вот такого рода живопись у меня наверное уже позади из классическая живопись ну мало эмоций у меня общем-то вызывает потому что цветность не очень нравится нет некоторые классическая живопись вызывает но вот как-то музей ивазовского это в его доме там музей находится наверное потому что может второе было посещение там несколько работ мне только так вот как-то зацепили а в основном мне не понравилось что много вот этого черного серого очень такое темное все мрачноватое не знаю то ли так темнеет краска то ли это но это наверно тогда тогда еще были такие как бы каноны живописи это же конец получается 19 века много очень черного вот и такой день был еще солнечный феодосии но очень сильно очень сильный ветер дул и мы вот как бы феодосии лишь приняли решение поехать в алушту я не знаю почему мы собрались в алушту мы просто стали искать какие-то там по букингу гостиницы где бы при нам приткнуться в нормальных условиях чтобы там не красили лестницы вот и на в алуште мы забронировали номер и поехали поехали мы через феодосии через симферополь и передали по радио что у стромового предупреждения будут какие-то ливни будет какая-то там буря в итоге что едем мы по трассе феодосия симферополь и начинается снег вот это было шоу то есть мы уже тут у нас у нас даже не расстройство мы начали смеяться потому что вот когда мы хотим от непогоды в воронеже куда-то уехать обязательно в этот регион приносим какую-то ненормальную аномальную погоду а вот у нас уже таки несколько поездок было странных мы все время поехали вот как раз в испанию когда если там было такое ненормальное похолодание начале июня мы еще к друзьям заезжали в андорру это страна в горах между испании и франции и там пошел снег 1 2 июня и все замело было плюс 6 очень очень странное явление для этого времени года вот они бывают зимой не дождутся снега потому что там горнолыжный курорт а у них бывает декабре снега не бывает и тут в начале июня так вот снег выпал но это наверно типа как в воронеже 20 апреля примерно такое же явление странное редкое вот мы едем значит через но это вот я рассказываю странности потом в стамбуле нам погода тоже очень повезло в кавычках в этом году в начале марта и вот сейчас третье такое страшное везение мы едем через симферополь там по окружной как-то краешком дорога проходит снег идет вот заметает зима в общем чудесно вообще такое явление снег в крыму 21 апреля приезжаем в алушту в алуште там просто стоят там лысые деревья вот по крайней мере вот с той стороны где мы подъехали там ощущение что зелени очень мало очень много в горах вообще лысые совершенно деревья стоят вот я там рассчитывал какие-то цветущие там сады снимать вот очень все странно потому что под керчью там деревнях там по суше видимо и там уже распускались деревья даже сирень уже так пробовала распускаться вот и мы уже приехали в алушту уже было тоже поздно мы в какой-то а мы не смогли попасть в ту гостиницу которую мы забронировали потому что она оказалась таких каких-то косогоров внутри города такие улицы узкие очень вертикальные что руслан сказал просто не поеду по этой улице это для нашей машины это там и поставить будет некуда все пешком дошел посмотрел где-то гостиницы в итоге мы остались опять без жилья время ночь мы в какой-то первопопавшуюся плетнулись гостиницу гостиница была совершенно ужасная цена дороже чем в россии мы снимали ну как бы крым теперь тоже уже в россии вот но это неважно факт со фактом в принципе в крыму сейчас жилье подешевле чем даже вот сочи где-нибудь снимать в аренду а тут мы в какую-то гостиницу поселяемся совершенно какую-то жуткую еще в конце а нам уже метаться вечером не хотелось вот и мы в итоге как бы согласились на это это было дороже это было очень неприятно не было холодно как ну как-то там грязноватый запах какой-то общем противно вот так еще с утра на нас наехали что мы за собой куда-то там мусор не вынесли хотя никаких объявлений не было нас не предупреждали в общем такой как бы очень козырный был такой въезд в алушту но в итоге потом у нас обычно когда вот не везет не везет обычно потом бывает раз и повезет и нам повезло на оставшиеся три дня а ну как бы все получается четыре дня провели в алуште в крыму на завтра дня мы сняли очень классную гостиницу за те же самые деньги которые первую ночь это переночевали но там был просто шикарный номер с таким видом на горы и вообще полукруглая такая стеклянная стена и прямо это была студия там прямо кухня была выгорожена там можно было готовить это для нас очень актуально поскольку мы никакой там сухомяткой кофейной едой не питаемся столовской вот и но после того снегопада два дня потом было очень дождливых один день как-то так было ветрено периодически выходил солнце а второй день был просто лил дождь весь день весь было очень холодно градусов 8 и в этот день когда лил дождь я хотел пофотографировать какие-нибудь виды гор для картин и мы как бы на машине выехали за лошадь в горы там просто были лысые деревья плюс четыре градуса ну мы чуть поднялись как бы вверх там холоднее плюс четыре градуса дождь и мы сидели просто в машине пили чай вот и такое было очень дзенское времяпрепровождение вот но в этот же день мы вернулись и я там написала картину чем я себя развлекла я брала краски брала такие небольшие холстики но один только использовала у меня была наивная надежда что я там пленэрю немного но по такой погоде понятно пленэрить можно только из машины но это не очень удобно вот но и третий день последний он был очень удачный мы выехали в гурзуф в гурзуфе такой-то микроклимат был там даже не было дождя и даже вышло солнце и я там очень много классных фотографий наделала я бывала в гурзуфе два раза но очень давно больше десяти лет назад и мне было интересно посмотреть вообще как я воспринял сейчас действительно очень красивое место но в сезон когда там много людей там очень очень людно очень дорогое жилье и очень тесные какие-то условия проживания там потому что такая горная местность очень наклон большой и очень тесненько жилье все построено мы когда были в крыму в сентябре мы через гурзуф приезжали хотели там жилье снять но там просто что-то бешеное на заломили какие-то цены за какие-то такие клетки клетки как мы называем что мы там даже решили не оставаться уехали в итоге в семенист вот и гурзуф мне очень понравился вот не сезон так там медитативно красиво очень а далары и удак медведь гора вообще виды чеховские скалы сами улочки недаром там сезон всегда очень много художников пишет пленэр вот там даже места такие есть топовые где художники всегда пишут пленэр там все краской заляпаны руслана отвела ванну такое место он как-то прослушал зачем я его в это место введу потом говорит ой глянь тут везде краска тут наверное художники пишут картины ну я же говорила что это такое место где всегда как бы они стоят с мольбертами там вид как бы получается с горы открывается на море на бухту вот эту в которой находится ну залив который находится гурзуф в общем из гурзуфа прям много фотографий таких и идеи но я думаю что вот это сейчас мне пройдет пройдет процесс созревания вот это вот крымские крымских впечатлений и я прям серию картин планирую написать вот и у меня даже вот эта картина которая начала вчера на по испанским мотивом она будет тоже ну как бы поэтому я взяла морскую тему решила как-то разогнаться на морской теме и потом вот по крымским впечатлениям буду писать и интересная очень обратная дорога получилась мы был вариант ехать и зал уж ты опять через симферополе по трассе на керше либо ехать а такими витиеватыми очень гордыми серпантинами вдоль моря через места которые нам нравятся это село морское там зеленогорье рядом еще одно из любимых место и там через судак потом и мы поехали по вот этим серпантином и там на такие виды открывались совершенно обалденные я в горах там выходила из машины просто бегала с фотоаппаратом дул совершенно ледяной ветер но было солнце и вот в этот снегопад горы они как бы засыпаны были снегом вот наверху там вершины их было видно и вот внизу уже все такое там место рядом с морским какой-то микроклимат там горах просто все было зеленое и цвели дикие деревья это было очень красиво вот эти деревья на фоне заснеженных гор вдали вот и я прям конечно у меня там вот там у меня конечно случился можно сказать приход такой которого я вообще на который я рассчитывала когда я ехала в эту поездку но и вовсе не случалось не случалось случались сложности трудности испытания но приход случился в день именно отъезда и вот эта дорога из-за лужды до порта она вся была какая-то полна каких-то открытий очень очень-очень классно мы проехались и вот там под морским место есть для кемпинга где мы частенько останавливались палаткой и там прям на берегу меня ждал сюрприз там прям на берегу цвели маки это будет в моем видео я его смонтирую чуть попозже выложу она наверно будет коротенькой там может быть и не так уж много конкретно красивых мест но там вот это именно наша хронология нашего этого путешествия и там маки я сняла эти на берегу вот но потом что переправились назад забронировали также гостиницу по пути в одной станице краснодарского края переночевали за два дня получается доехали за лужды до воронежа такая поездка была получается что мы провели четыре ночи в алуште а три ночи мы провели в дороге то есть у нас дорога заняла получается три дня туда два дня назад и получается что мы четыре дня пробыли в крыму то есть у нас дорога пять дней была в крыму провели четыре дня вот такое интересное путешествие но чем больше мы путешествуем тем больше мы с русланом приходим холода что наш способ путешествия он как бы может быть не совсем такой общепринятый то есть для нас процесс перемещения как бы подчас важнее процесса именно нахождения на каком-то месте куда мы едем и даже как бы сам факт прибытия туда это как бы не то к чему мы стремимся то есть нам нравится этот процесс именно дороги а когда ты еще не уже не в пункте а но еще не в пункте б и именно нравится отдаваться вот этим ощущением дороги так что в общем то мы можем ехать в одно место приехать другое это вообще нормально для нас ехать там куда-то на кавказ куда-то в геленджик или куда-то в сочи вообще когда ехали русал вообще думала может быть мы доедем до абхазии а я мне хотелось геленджик попасть вот мне хотелось дольмены посмотреть в итоге мы попали вот волос что вот так вот бывает очень-очень забавно из процессов рабочих а ну что картины пишутся у меня сейчас принципе продаются на ярмарке продается не особо много вот но стали сигналы с ютуба поступать люди стали с ютуба интересоваться это как бы вот только-только какое-то движение пошло каналу моему получается два с половиной года вот а еще и события на ярмарке сегодня же стала моя картина работой дня последний раз это случалось полтора года назад и вот сегодня тоже опять случилось была такая приятная неожиданность но всегда очень странен выбор модераторов которые это решают то есть картина выбрана далеко была не самая лучшая моя это аромат майского утрок но название романтичное аромат майского утра и там картина букет сиреней и видимо модератор решил что это будет по теме вот так вот получился праздничный какой-то такой день 1 мая у меня сегодня ознаменовано тем что в моем картина стала работой дня ярмарки мастеров там конечно народ начал сразу писать каменты в гостиной в основном люди поздравляют хвалят но есть и те кто возмущен почему работой дня стала картина которая была написана в шестнадцатом году или весной в весной шестнадцатом года в общем такие были тоже моменты вот про заказы еще ну сейчас периодически попада попадаются мне заказы как-то люди заказывают но заказы и это ведь тема такая у меня очень как-то избирательная часто люди с ценой не согласны часто я не хочу какую-то работу брать она может быть просто неинтересно мне или сложна в повторении часто люди оказываются со странными запросами вот хотят какие-то свои навязать правила как потом общение вот допустим мне не знаю мне нравится когда беру заказы ну как бы как сказать все во первых через интернет решать то есть без каких-то личных созвонов прений вот мне нравится когда есть четко скажем так техническое задание то есть человек знает что он хочет то есть он какую-то конкретную картину мою выбирает из проданных и говорит вот мне нужна такая штука такого-то размера когда человек не совсем четко знает чего он хочет то начинаются какие-то гуляния болтания я всегда боюсь что человек будет недоволен потому что когда такие бывали такие ситуации когда какой-то разброд был человек не совсем корректно объяснил что ему нужно я написала а для него это была неожиданность вообще не понимал чего он заказывает сам то есть бывало пару раз таких странных вот что-то там может в обломах картину забирает но ему там неприятно или он не хочет ее вообще забирать в общем заказы тема конечно такая вот очень интуитивная то есть если я прям чувствую ну как бы работа склеится то есть как-то мы с человеком можем друг другу понять как бы с двух фраз понятно же что человеку нужно мне хочется хочется изнутри есть порыв это сделать то как бы это срастается если как бы что-то как бы не нет вот этого резонанса то как бы я и не пытаюсь пыжиться вот потому что всегда это порождает внутренний конфликт то есть если что-то как бы ну как бы препятствия какой-то внутренний ступор есть то лучше за эту работу вообще не браться либо картина неудачная получится либо самой будет очень напряжно заказчик будет недоволен в общем что-то может не так пойти и в общем я стремлюсь тому чтобы если уже заказы случаются чтобы это была работа безусильная вот тут как-то мне однажды в контакте один художник написал как же нам художников типа без заказов нам без них не выжить вот нет были у меня периоды когда я вообще не брала заказы я сейчас уберу очень редко и как бы по чуть-чуть и прекрасно без этого выживаю так что если у кого-то есть установка что без заказа художнику не выжить то поймите что это только программа вашей голове не более того то есть да заказы приносят возможно больше средств то есть заказные работы крупные можно запросить большие деньги и заработать большие деньги но выжить можно и без заказов причем ну как бы выжить нормально на хлеб с маслом выжить то есть не просто так вот с голоду не умереть потому что ну как я ощущаю когда я не беру заказы у меня как бы больше прет как бы именно творчество то есть у меня больше работа рождается если они более дешевые как бы получается их более дешево продать то по крайней мере там количество количество их которые может быть продано на больше вот если это заказы то они занимают больше времени больше энергии отбирать но это может быть раз крупная более более большая сумма так что вот так я это вижу все совершенно интуитивно вот и слава богу в общем то я вообще наверное всю жизнь стремилась к тому чтобы научиться жить по собственной интуиции потому что когда что-то делаешь не в соответствии со своей интуиции и не соответствии со своими внутренними какими-то устремлениями то это обязательно порождает внутренний конфликт внутренний конфликт для творческого человека это такой блок который ему может вообще творческий поток обрезать и будет он сидеть весь такой раздираемый противоречиями а творить не сможет вот и я это просто проходил таких казусы в жизни случались и даже вот буквально недавно было у меня такой странным тоже происшествие когда я обсуждала долго тему заказа а в итоге я просто почувствовала что заказ этот брать не нужно то есть он меня он у меня конфликт породил еще с самого начала обсуждения чем дольше она продолжалась тем сильнее у меня этот конфликт внутренний он как бы разгорался а когда заказчик еще стал себя ну но вести их скажем так нетипично то есть у меня есть как бы налаженный да способ общения то есть люди должны знать что они хотят они должны четко заявить что хотят они должны перевести аванс как минимум либо там сразу стопроцентную оплату а тут как бы начались какие-то такие странности а вот может мы с вами встретимся а может мы доедем приедем хотя совершенно из другого города был заказчик и я поняла что человек какой-то меня вовлекает то есть это мне стало очень сильно напомнило тему когда я работала в дизайне интерьера когда ты долгое время это много месяцев живешь можно сказать бок о бок с какой-то другой личностью с хозяином там жилья в котором ты делаешь дизайн и хочешь не хочешь а ты с ним уже как бы вовлечен в общение в отношения то есть общение это одно отношение это когда ты что-то уже должен то есть я когда беру заказ сейчас я стараюсь ощущение свободы сохранить то есть для меня самое страшное это почувствовать что я должна даже когда я беру авансы я никогда эти деньги не трачу до того как заказчик не утвердит уже готовую работу и как бы она не будет отослана потому что были ситуации когда деньги были потрачены а потом оказалось что картина не понравилась и это был очень неприятный момент получается есть такая поговорка берешь чужое отдаешь свое то есть когда деньги уже потрачены за заказ а ты еще картину не закончил то вот это чувство как бы долго а мне оно не нравится то есть чувство зависимости оно очень отягчает жизнь вот лично мою хоть и как бы говорят многие что там нельзя быть совершенно независимым все равно мы от чего-то зависим но вот у меня всю жизнь стремление как бы научиться быть ощущать себя независимо максимально насколько возможно от того вообще от чего возможно вот и поэтому тема заказ еще вот такая а там ситуация вот про которую я рассказываю она сложилась такая что я поняла что если я в этот заказ беру это был большой объем там можно было заработать хорошие деньги но это это работа в тесном в тесных отношениях с заказчиком несколько месяцев и я поняла что это что это то самое от чего я убежала когда я работала в дизайне интерьеров что меня угнетало больше всего это вот тесные отношения с каким-то посторонним человеком который будет как бы там диктовать какие-то свои условия ну как бы условия и вплоть до того что мне очень важна моя скажем так возможно географически перемещаться то есть мне нужно для того чтобы быть в потоке в творческом обязательно периодически как-то перемещаться переезжать куда-то ну хоть на несколько дней путешествия совершать а когда человек там говорит мы должны с вами встретиться в реале но это неизвестно в какой день будет а вот я когда доеду до Воронежа а я вам позвоню и я вначале согласилась а потом поняла что меня просто повесили на не на неизвестность а у меня как раз вот хотелось очень съездить к морю и я попросила хотя бы за два дня предупредить и конечно же человек не стал предупреждать за два дня он позвонил в тот день когда уже был в Воронеже а это по стечению обстоятельств оказалось что мы в этот момент уже ехали в машине на юг вот и я поняла что это как раз был тот сигнал который подтвердил правоту мою что не надо с ним связываться то есть когда просят человека предупредить за два дня а он тебе звонит в тот же день это уже явно человек просто живет по своим законам ему наплевать на то как живешь ты и то что если он тебя нанимает за деньги ты просто становишься ну я не знаю у меня ощущение что как бы ты становишься как бы в зависимости от него и свобода твоя на этом заканчивается то есть ты уже ты уже там не творец не художник ты просто как бы наемный работник нет я этого просто больше не хочу и тема этого заказа была на этом закрыта хотя кто-то наверное сказал бы что это безумие потому что реально как бы можно было хорошо заработать на этом о больших заказах мечтают о больших объемах работ гарантированных мечтают многие люди которые работают вот так вот от случая к случаю как бы по контрактам скажем так вот но как только тема закрылась я поняла что все все случилось правильно хотя вот этот процесс он длился ну недели три вот этих обсуждений каких-то непонятных то есть если появляется нормальный заказчик с которым все складывается все решается там за полчаса человек обсуждает в интернете да да сумма он согласен он переводит деньги сразу же и часто таки закачкивают они там не либо они говорят я там деньги могу перевести там через три дня через три дня приводят деньги аванс все и у тебя есть и говоренные сроки в эти сроки я как бы всегда укладываюсь ни разу никому ничего не просрочила при том что я люблю конечно свободу иметь возможность куда-то там выехать на несколько дней но я всегда все в свои планы уже включаются когда человек хочет держать меня на постоянном подвешенном состоянии чтобы все зависит только от него а я должна сидеть в Воронеже и ожидать пока он сюда доедет а ехать путь не близкий порядка 600 километров вот и причем точно не говорит день когда он доедет то это уже как бы блин ощущение что человек живет только по своим то есть ему удобно он же по своим правилам плевать на все остальное вот такие заказчики мне в принципе ну не нужны вот так что вот так вот я эмоционально вам рассказала историю которая со мной случилась но я постараюсь больше не вляпываться в такие темы потому что три недели потрачено на разговоры а в итоге так ничего и не получилось то есть наверное уже интуиция меня будет от этого ограждать что уже такой вот опыт один случился когда человек хочет очень-очень много говорить но не может даже током сказать что ему в итоге нужно вот и тем более не переводит там деньги как бы авансирование не делает хочет что-то проверки устраивать личные встречи какие-то организовывать неизвестные никому дни то это конечно вообще просто ну вот сад ну ладно на этом закончу сегодня свое длинное договорильное видео с наступившим маем с наступившими майскими праздниками с наступившей наконец-то весной у вас всех желаю вам творческого подъема заряжайтесь кислородом энергии от природы от цветения растений скоро вот у нас сирень зацветет например я хочу себе поставить натюрморт с сиренью и фруктами какой-нибудь написать прям его снабыру и буду крымскую сирию свою начинать ну все до свидания всего хорошего наступившим